Вы упомянули о том, что и католичеству, и католическую церковь православию необходимо начать новый диалог с мусульманскими странами и вообще с представителями ислама. Как Вы думаете, с Вашей точки зрения, можно ли увидеть определенное действие промысла Божия в том, что именно ислам сегодня активно поступает над традиционно христианским и христианским статусом? В чем это не становится? Я думаю, что, конечно, богословские действия промысла Божия или попущения Божия можно видеть во всех исторических процессах. Был какой-то промысел Божий или попущение Божие в том, что Византийская империя прекратила свое существование и что на ее руинах было создано исламское государство. Бог попустил, что собор Святой Софии был превращен в мечеть и до сего дня остается, если и не действующей мечетью, то мечетью, превращенной в музей. Но вот как интерпретировать этот промысел или попущение Божие, здесь, я думаю, существует достаточно большое разнообразие. Я думаю, что ислам является в настоящий момент вызовом для христианства прежде всего в том плане, что христиане должны взять с мусульман пример в том, чтобы более серьезно относиться к своей вере. На Западе большинство христиан это люди, которые считают себя членами той или иной церкви только потому, что их родители принадлежали к этой церкви или они платят налог в пользу этой церкви. Может быть, они отдают своих детей в школы, принадлежащие этой церкви, для того, чтобы дать им более высокое образование. Но практикующих христиан на Западе достаточно мало. Ислам отличается от христианства прежде всего тем, что если христианство взывает к свободе человека и требует свободного принятия, то ислам, по сути дела, навязывает себя человеку. Если ты родился мусульманином, ты не можешь перейти в другую веру. Это считается вероотступничество, за которое радикальный ислам предполагает смертную казнь. Если христианство – это религия и мировоззрение, которое обращено к человеческой личности, то ислам – это не только религия, но это и общественная система. На исламе основано право, на исламе основано политическое устройство целого ряда исламских государств. И, по сути дела, ислам – это система тотального воздействия на людей. И в этом, с точки зрения чисто человеческой и чисто политической, сила ислама, в этом ислам отличается от христианства. Христианство по своей сути, по самому учению Христа, адресовано свободному человеку и свободной личности. Оно не может быть насильственно навязано. И все попытки насильственного навязывания христианства, которые имели место в истории, например, католической церкви, эти попытки сейчас даже самой католической церковью осуждены, как несоответствующие духу христианства. Это объективные вещи, но есть и субъективные вещи. Это вопрос отношения самих христиан к своей религии. Если христиане Европы будут продолжать относиться к религии так, как они относятся сейчас к христианству, то очень скоро практикующих христиан там практически не останется. Или, во всяком случае, их будет очень мало.